Итак, дорогие друзья, приветствую всех на моем канале, меня зовут Рома Карпович и сегодня мы с вами поговорим о таких явлениях, которые происходили в нашей стране за последние 20 лет как финансовые кризисы и то, как они влияют на и влияли на шоу-бизнес как в регионах в частности, так и в России в целом Итак, дорогие друзья, прежде чем раскрыть эту тему, так скажем, более или менее подробно следует вспомнить, что всего-то навсего шоу-бизнес в России насчитывает примерно лет 20 от силы Я лично считаю стартом российского шоу-бизнеса середину 90-х Именно тогда стали появляться первые по-настоящему ночные клубы До этого в Советском Союзе и постперестроечной России шоу-бизнеса как такового не существовало Не было ночных клубов, не было дискотек, баров В общем, всего того, что есть сейчас в России повсеместно Даже в самых маленьких городах однозначно есть какие-то небольшие барчики, кальянчики Какие-то клубы, какие-то дискотеки В общем, всего этого в России до перестроечной не было И клубная жизнь начала свой отчет с середины 90-х Ну, небольшое вступление Я выскажу свое мнение, как я отношусь к финансовым кризисам и потрясениям экономическим, которые происходят в России Несмотря на всю свою негативную функцию, которую им приписывают Я все-таки отношусь к финансовым кризисам и потрясениям достаточно спокойно Потому что человек так устроен, что он всегда будет желать, хотеть и стремиться веселиться Жизнь одна, жить надо прямо сейчас И ничего, по большому счету, ему не должно помешать Да, покупательская способность может в разные стороны скакать Да, можно с дорогого виски перейти на дешевую водку Но у человека есть такая потребность Получать эмоциональные встряски Жить свободной жизнью, веселиться И, по большому счету, ни один кризис помешать этому так и не смог За всю свою жизнь я помню три масштабных финансовых кризиса Которые повлияли на шоу-бизнес в России Это кризис 98-го года, кризис 2008-го года и кризис 2014-го года Вот об этих трех кризисах я сегодня и поговорю с вами, дорогие мои друзья Начнем с кризиса 1998-го года Напомню, что произошло 17 августа 1998-го года Центральный банк России и правительство РФ Объявило о техническом дефолте По государственным ценным бумагам То есть ли облигациям И отпустило курс доллара в свободное плавание Чем все это кончилось? Вы, я надеюсь, прекрасно помните Доллар подорожал одноразово в четыре раза С шести рублей до двадцати четырех И, соответственно, на этом жизнь прекрасная молодой России Казалось бы, закончилась И можно расходиться по домам Но не тут-то было, как говорится Лично по себе я помню, что кризис 1998-го года был страшным Очень ощутимый Но российская экономика достаточно быстро оправилась от негативных последствий И буквально через год-полтора начался бурный рост Но об этом чуть попозже Но чтобы понимать, что происходило в 1998-м году Необходимо откатиться на несколько лет назад В середину 90-х И понять, что из себя представлял шоу-бизнес в России в те времена Ну, во-первых, стали открываться первые ночные клубы Это была середина 90-х И приметой того времени Все ночные клубы середины 90-х в России Открывали организованные преступные группировки Чтоб вы понимали Поэтому ОПГ 90-х годов можно смело считать Разноначальниками шоу-бизнеса в России В регионах это были местные преступные группировки В Москве это были известнейшие московские преступные группировки Но по большому счету общая картина складывалась именно такой Потому что в те времена никто другой подобного рода предприятие Открыть просто-напросто не смог бы Ни по финансовым моментам, ни по вопросам безопасности Напомню вам, дорогие друзья, что первые ночные клубы считались местом, где собиралась лучшая публика того времени Таких мест в той России было на самом деле немного Это были первые рестораны, казино и ночные клубы В ночных клубах собиралась элита тогдашнего общества Бизнесмены, политики, суперкрасивые девушки, успешные люди, медийные личности И ночные клубы становились центром притяжения лучших людей того времени Но мы поговорим о кризисе и почему он тогда так сильно повлиял Дело в том, что в начале 90-х, когда только зарождалась клубная история и шоу-бизнес в России Экономика России была сильно зависима от импорта и от курса валют Все товары в Россию поставлялись из-за границы Соответственно, товары народного потребления, продукты питания, алкоголь, сигареты Своего производства в России на тот момент по большому счету не было Оно только зарождалось Перестройка разрушила всю экономику Советского Союза Предприятия стояли, людям надо было как-то выживать И поэтому все все покупали за границей, за доллары Соответственно, люди старшего поколения или такие взрослые, как я, помнят Что в магазинах, например, 90-х годов всегда ценники висели в УЕ УЕ равнялся американскому доллару И ты вот так ходишь, смотришь, например, какую-нибудь куртку И там смотришь, там 200 УЕ Так примерно считаешь, там 200 долларов, помножаешь на 6 Ну и получалась как бы сумма в рублях Вот, это сейчас как бы все расчеты в России в рублях А тогда как бы все все перепродавали в долларах И по большому счету особо не заморачивались И именно эта импортоориентированность России сыграла с кризисом 98-го года Очень серьезную штуку Когда в первых ночных клубах вдруг в одночасье цены стали повышаться ровно в 4 раза Потому что все же было импортно и все же надо было как-то продавать, отбивать Соответственно, кризис 98-го года повлиял именно в этом ключе То есть все подорожало ровно в 4 раза Вот если вход в клуб стоил 100 рублей, стал стоить 400 Если там бутылка виски стоила, грубо говоря, 500 рублей, стало стоить 2000 рублей То есть это сильно подкосило зарождающийся шоу-бизнес И по большому счету выбило почву из-под ног многим тогдашним заведениям Которые, собственно говоря, после кризиса 98-го года стали испытывать значительные финансовые трудности И по большому счету года через 2-3 все клубы того времени позакрывались Но достаточно быстро Россия оправилась от всех этих потрясений Примерно через год-через полтора цены и зарплаты выросли Нефть в те времена стоила дорого Благосостояние России росло Люди начали потихонечку ездить за границу, покупать себе квартиры, европейские машины И по большому счету все тогда думали в середине нулевых, что это будет вечно С каждым годом жизнь становилась все лучше и лучше Вот вспомните сами эти времена И поэтому в Москве шоу-бизнес ознаменовался такими клубами, как Лето, Осень, Дягилев Ну а в Красноярске это были такие заведения, как Гагарин, Че Гевара, Колорадский Папа И везде было много народу Все пили дорогой алкоголь Никто не считал денег, потому что денег у всех было много Курс доллара был более или менее стабильный 28-30 рублей Это всех устраивало И поэтому россияне жили тогда очень и очень достойно Но ничего не бывает просто так Следующий финансовый кризис разразился в 2008 Итак, дорогие друзья, подбираемся к теме кризиса 2008 года Кризис 2008 года начался, как ни странно, не в России, а в Америке Кому интересно, можете посмотреть американский фильм под названием «Игра на понижение» Там достаточно подробно описано, что произошло в Америке в тот момент А там, собственно говоря, лопнул американский ипотечный пузырь То есть обнажилась проблема перепроизводства и переоцененных акций и облигаций Не буду вдаваться в технические моменты этого события в Америке Но тем не менее на России оно отразилось следующим образом В России перестали покупать сырье, а именно нефть, газ, лес, металлы Соответственно, крупные промышленные компании стали зарабатывать меньше Российским рынком эти объемы потерь компенсировать, естественно, было невозможно И потихоньку, полегоньку народ стал жить хуже Да, подрос немного курс доллара Но самое главное, прекратился какой-либо рост Кроме того, шоу-бизнес стал лихорадить Начались запреты на рекламу алкоголя и сигарет Тем не менее, этот кризис продлился достаточно недолго Года полтора-два Люди более или менее подпривыкли И где-то в году 2011-2012 экономика России стала расти Стали появляться большие проекты Вот, например, в Москве это, значит, Soho Rooms, Via Family, Premier Lounge В Красноярске это Иксы, Облака И все тогда думали, что наконец-то наступило прекрасное время Можно работать, можно зарабатывать Люди стали менять машины со старых на новых Покупать новые квартиры Открывать себе новые туристические направления И все это продолжалось ровным счетом до 2014 года Итак, мы, дорогие друзья, приближаемся, наверное, к самому Главному отрезку нашей сегодняшней беседы Это кризис в России 2014 года Честно говоря, оценивать масштабы произошедшего До сих пор достаточно сложно Потому что кризис 2014 года получился объемным, глубоким, системным Последствия которого ощущаются в полной мере В полной мере до сих пор Что произошло, дорогие друзья? Ну, во-первых, курс доллара и евро подорожали мгновенно в два раза Это произошло, ну, получается, в новогоднюю ночь с 2013 на 2014 год Во-вторых, санкции Война в Крыму и на Донбассе Мировая истерия насчет России Кроме того, этот кризис совпал с такими явлениями Как запрет праздновать корпоративы государственным органам Кроме того, этот кризис совпал с самым пиком демографической ямы постпристрочной Ну, грубо говоря, народа нет И, соответственно, сияни стали жить хуже Намного хуже Многие оказались за чертой бедности Многие стали просто-напросто жить на еду и на квартплату Перестали люди покупать дорогие вещи С оригиналов перешли на фейки в одежде Перестали покупать квартиры Перестали ездить за границу Перестали покупать новые машины И эта особенность проявляется прямо сейчас Прямо вот в наше время То есть последствия кризиса, хоть и прошло уже 5 лет Ощущается прямо сейчас в полной мере Соответственно, соответственно Все эти процессы оказали влияние и на шоу-бизнес в России И в регионах в частности Потому что ночные клубы это как зеркало всего того, что происходит в нашем обществе Поэтому люди с дорогих напитков перешли на дешевые Крутые клубы стали предпочитать дешевым заведениям Впервые в Красноярске, по крайней мере Стали открываться дисконт-бары с минимальной наценкой Такого раньше не было никогда Крупные проекты, которые были открыты в 2011-2012 году Закрылись Новые проекты, которые появляются Это все-таки небольшие бары, барчики, кальянные До 200-300 квадратных метров То есть крупные проекты приказали долго жить И, наверное, ждут своего часа Самое главное Зарплаты не выросли Ну я так понимаю, что это специальная политика Как бы нашего правительства Чтобы оздоровить нашу экономику Чтобы запустить импертозамещение И так далее Но шоу-бизнесу, естественно, живется не сладко Я уже забыл, когда в последний раз мы привозили крупных дежакеев к себе в Красноярск Возим только или по знакомству, или за небольшие деньги Никто из моих знакомых, даже руководителей За последние пять лет не купил себе новую машину Не купил себе новую квартиру Да что говорить, я сам лично перестал два раза в год ездить за границу на моря отдыхать За последние два года я был только зимой в Сочи на три дня Впервые, наверное, за последние 10 лет я не сделал себе шенген Потому что я понимаю, что ни в какую Европу я не поеду У меня не хватит денег То есть, получается, по ценам в рублях я зарабатываю точно так же Но цены для меня лично в Европе, в России выросли в разы И я не могу себе этого позволить Ну, грубо говоря, еще один пример В 2013 году я себе купил новую Audi A6 Она стоила 1 миллион 700 тысяч Сейчас такая машина стоит 2 миллиона 500 Понимаете? Хотя уровень зарплат у меня остался примерно таким же Ну, плюс-минус И вот пришло время Audi менять И я ее поменял на KIO И очень этому рад Поэтому, дорогие друзья Я вот за небольшое количество времени Рассказал вам о том, что происходило в России И российском шоу-бизнесе за последние 20 лет Кризис 98-го года Кризис 2008-го года И кризис 2014-го, который продолжается до сих пор Я, честно говоря, уверен, что рано или поздно Этот кризис закончится И победит тот, кто смог за все это время Не растерять свою команду Сохранить кадры, ресурсы и опыт Я уверен, что произойдет рост Притом достаточно бурный И тот, кто к этому росту окажется готов Тот, в конце концов, и победит Дорогие друзья С вами был Рома Карпович Всем большое спасибо Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok